В феврале 1834 года в семье старенького директора Тобольской гимназии Ивана Менделеева случилось прибавление. Неугомонный дедок с помощью законной супруги Марии умудрился выстрогать 17-го по счету ребенка. Впоследствии этому ребенку, которого назвали Дмитрием, будет суждено открыть один из фундаментальных законов мироздания. Однако сейчас все более популярной становится версией о том, что самым фундаментальным результатом жизни Дмитрия Менделеева все же является открытие оптимальных вкусовых качеств смеси 60% воды и 40% этилового спирта, которую он обосновал в диссертации, защищенной 157 лет назад, 31 января 1865 года. То есть речь идет об изобретении русской водки. Правда это или нет? Об этом нам в школе не рассказывали, давайте разбираться. Начну с того, что сам Менделеев водкой брезговал. Его взаимоотношения с алкоголем ограничивались тем, что утреннюю трапезу из бутербродов с павесной икрой или с земгой на московском калаче он запивал свежезаваренным, очень крепким, почти смоляным чаем, ну а заканчивал парой-тройкой добрых глотков крепленного вина Малаги. И все. Да, чуток поддавал с утра, но бодрил себя не водкой. Но к чему же тогда знаменитая диссертация Менделеева о соединении спирта с водой? А к тому, что оказывается, чтобы найти ответ на вечный вопрос химиков, который звучит так. Почему, если смешать литр спирта и литр воды, окажется, что объем полученной жидкости уменьшился? А потому, отвечал Менделеев, что мы получаем не смесь, а новые химические соединения гидрат спирта. Если крепость будет 46 градусов, то объем жидкости уменьшится максимально, а если 40, то потери в объеме будут минимальные. Вот, собственно, это и есть весь его вклад в сотворение знаменитой русской водки. Водка Менделеева была, как говорится, по барабану, а вот водочные фабриканты тогдашние моментально ухватили за открытие ученого, осознав прямую выгоду, и стали делать водку, исходя из менделеевской пропорции, сохраняющей объем драгоценной жидкости. Ну, единственный момент, когда Дмитрий Менделеев имел непосредственное отношение к водке, это его участие в комиссии, которая решала вопрос о причине массовых пожаров, охвативших тогда Петербург. Вопрос стоял ребром. Хотите, верьте, хотите, нет. Вопрос стоял так. Может ли человек, неумеренно пьющий водку, самовозгореться? Ну, на счастье всех российских алкашей, Менделеев на этот вопрос ответил отрицательно. Отрицательно придется ответить и на другой популярный вопрос. Правда ли, что Менделеев придумал свою периодическую таблицу во сне? Дмитрий Иванович, по свидетельствам домочадцев, ненавидел такую формулировку. Да помилуй бог, говорил он. Я 20 лет работал над этим законом, а по их мнению, выходит, заснул и вот тебе результат. Это же смешно. Смехом, правда, ограничилось не всегда. Иной раз Менделеев ради науки запросто мог и по морде, извините, съездить. В августе 1887 года, когда ожидали солнечное затмение, и Менделеев захотел увидеть его с высоты птичьего полета, полицейский записал в протоколе. Господин Менделеев, применив силу, выкинул из корзины воздушного шара пилота Кованько, объясняя это тем, что шар с двумя седоками не сможет подняться выше облаков. Не летать боюсь и не полиции, крикнул он при прощании с землей, а того, что мужики при посадке примут меня за черта и изобьют. Насчет изобьют это он лукавил. Драться автор периодической таблицы любил с детства и умел до седых лет, о чем нам в школе, увы, не рассказывали. Как, впрочем, и о том, что малолетний хулиган Менделеев, замучивший своими подвигами весь Тобольск, два года сидел в первом классе и получил в гимназическом аттестате тройку по химии, между прочим. А также не рассказывали нам о том, что ученый жуть как не любил русскую литературу. Вот убьют человека и два тома мучений. Нет, это не по мне, говорил Менделеев. Не рассказывали нам в школе о том, как, узнав о поражении русского флота под Цусимой, Менделеев рыдал, рыдал по-настоящему на взрыд и обещал жене, если они придут в Балтийское море, я сам старый возьму ружье и пойду воевать. Вот таким был человек, которого считают отцом русской водки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова